За лишний вес придется заплатить. Штраф. В пятницу утром на въезде в областной центр сотрудники ГИБДД организовали массовое взвешивание больших грузов. Чтобы выявить, не превышены ли нормативы силой нагрузки, около стационарного поста ДПС развернули мобильный весовой контроль. Давай. Стой. Съехал. Давай еще вперед. Давай следующий. Заговорить зубинспектором в случае превышения нормативных показателей не получится. Техника не дает сбоев и выводит на экран точные цифры нагрузки на каждую ось транспортного средства. Информация передается при помощи Bluetooth устройств. То есть приемник находится непосредственно на нетбуке и также на каждой платформе находится передатчик. Когда машина заезжает, данные с каждой платформы передаются на нетбук. Специальную программу, которую показывают уже в числовом измерении. Чаще всего лишний вес бывает у самосвала со стройматериалами. Пренебрегая техникой безопасности, автовладельцы стремятся нагрузить как можно больше щебня или гравия. Но у сотрудников ДПС глаз наметан, нарушителей не улизнут. Штраф составит от 2 до 2,5 тысяч рублей. Либо водители рискуют лишиться права управления на авто на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, должностное лицо, которое допустило подобное нарушение, будет также оштрафовано на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. И еще тоже можно привлечь к административной ответственности юридическое лицо, то есть предприятие, на сумму штрафа будет составлять от 400 до 500 тысяч рублей. Инспекторы предупреждают, чтобы избежать неприятностей на дороге, водителю нужно контролировать, что и в каком количестве приходится перевозить. Бывалые дальнобойщики советуют, нагрузка должна быть грамотно распределена по всем осям автомобиля. Легко посчитать по секциям в прицепе, сколько тонн куда нужно положить, чтобы равномерно груз располагался. Больше 20 тонн у нас по России вообще нигде не разрешено перевозить, так что 20 тонн уже можно распределить грамотно. Подобные проверки будут регулярными. Аварий с участием большегрузов в Ивановском регионе не редкость. ДТП, произошедшее на улице Короткого в областном центре, и вовсе вернулось трагедией. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель иномарки. Инспекторы надеются, регулярный весовой контроль заставит автовладельцев раз и навсегда избавиться от лишнего веса.